Всем привет! Сейчас мы находимся в Подмосковном Жуковском, на базе одного из авиационно-спасательных формирований МЧС России. Сегодня мы познакомим вас с особой составляющей МЧС России – авиацией. Мы начинали свою деятельность с двух самолетов Ил-76 в государственном монетарном авиационном предприятии МЧС России, которое было образовано в 1995 году. За это время мы получали новую технику. Сейчас у нас четыре самолета Ил-76, два самолета Суперджет-100 и два самолета Ан-148. Можно немного необычный вопрос? Мне всегда было интересно, есть ли какие-то традиции в авиации? Традиций в авиации много, конечно. Но одна из основных, наверное, и самых главных, да? Вот и наши летчики выполняют ее всегда. Это первым делом, когда подходят к самолету перед вылетом, они с ним здороваются. И начинают его обходить везде, смотреть, все ли у него в порядке, как он жив, как он здоров. И самое основное – это то, что наша техника – это как живой организм. Летчики воспринимают его не просто как железо, а как друга. Здравствуйте, Александр. Самый главный вопрос. Как стать пилотом в авиации МЧС России? Ну, наверное, это с детства начинается. Сначала должна быть мечта, потом учеба, потом много трудиться, чтобы добиться какой-то цели своей. Я родился в семье пилота. У меня отец был пилотом, брат пилот. Конечно, мечта у меня всегда была стать пилотом. ДСАФ тогда был, сейчас есть школа, где на малых самолетах мало авиации, можно полетать. Вот так же я поступил со школьной скамьи в ДСАФ. И с 15 лет начал летать. В 16 лет я уже самостоятельно летал на самолете Як-52, а потом на Ан-2 еще там получил допуск. Мы сейчас с вами находимся на борту Суперджета. Расскажите, для чего он предназначен? Суперджет – это уникальный самолет, который предназначен для перевозки апплицерной группы, а также для перевозки тяжелобольных. То есть вот прямо здесь привозят тяжелобольных? Да, прямо здесь, но только это убирается в салон, он трансформируется и ставятся модули, на которых перевозят тяжелобольных людей. И самолет совсем уже становится другим видом, то есть внутри. Осторожно, такой же красивый, как и сейчас. Всего полтора часа, и самолет выглядит вот так. А где сейчас непосредственно штурвал? Ну, одно из средств современных самолетов. Сделать так, чтобы был обзор более лучший для командира, ну, кто управляет самолетом. И вот сделали по технологии сайстик, то есть жестик в производстве, который управляет. Он очень плавно и управляет. Здесь, конечно, все работает. То есть, в принципе, как в компьютерной игре? Это да, принцип компьютерной игры, но только игра на выживание. Что-нибудь и так сделал, и для этого учатся, чтобы было безопасно. Самое главное в нашем работе. Насколько я понял, вот это тяга двигателей? Это да, тяга двигателей, которая управляет сердце нашего самолета. Закрылки? Закрылки, да. Это спидбрейк, который можно в случае быстро снизиться, погасить скорость. А вот этот штраф? Ну, как говорят, есть ли у самолета стоп-кран? Ну, это вот стоп-кран примерно так же, который остановит самолет на стоянке, чтобы его не угнали, так можно сказать. Сергей Владимирович, а вот если подвести промежуточный итог, о каких результатах работы авиации МЧС России мы можем говорить сейчас? Ну, за эти 25 лет, я считаю, основным итогом нашей работы это то, что вот наш самолет с нашей звездой надежды узнают во всех уголках мира, ну и тем более нашей страны. Мы выполняем задачи по тушению пожаров лесных, ликвидации техногенных катастроф, доставке оперативных групп МЧС России. И наших коллег-спасателей из отрядов Центроспас «Лидер» в течение трех часов готовы выполнить взлет и доставить в любую точку планеты и гуманитарную помощь, и наших спасателей, вот и выполнить любую задачу. Редактор субтитров А.Семкин